Ментальные отличия или самое настоящее давление? Наш следующий сюжет о семье Исрапиловых, которые более 20 лет прожили в Германии, в городе Родинг. Все было хорошо до тех пор, пока органы опеки страны не стали приписывать дочерей Исрапиловых психическое расстройство, а родителей обвинять в ненадлежащем уходе за детьми. Дальше больше, вплоть до обвинения в похищении детей. Забегая вперед, скажу, сейчас у семьи все хорошо, а не в России, в Дагестане. Сакинат Малаева о непростом и, скорее, вынужденном переезде семьи. Более 20 лет беззаботной жизни в баварском городе Родинг грохнули в одночасье. Все началось с анонимного звонка к старшей дочери. Потом органы опеки стали вешать на девочку неприятные ярлыки о состоянии ее здоровья. Дошло даже до того, что ребенка без ведома родители забрали с улицы и поместили в психиатрическую больницу. «Попытались ребенка изъять из семьи. У них, конечно, ничего не получилось. Хотя были угрозы со стороны врачей-психиатров и со стороны органов опеки. Были угрозы, что заберут всех детей. Маму и папу тоже куда-нибудь изолируют». Таким образом и две младшие дочери тоже оказались под угрозой преследования немецких органов опеки. Ситуация была настолько серьезной, что пришлось срочно вместе с детьми уехать на родину в Россию. Здесь жизнь наладилась. Постепенно стали оформлять все необходимые документы. Дети пошли в школу. Появились общие интересы с подругами. «Я люблю заниматься бисероплетением. Есть некоторые еще изделия. И люблю заниматься лепкой. Из глины, из кластилина. И еще рисую». «Сейчас все хорошо. Друзья, школа сейчас, семья тоже хорошо сейчас. Раньше я ходила на волейбол, но потом сама перестала ходить. Просто люблю рисовать». «Когда бывает, что скучаю. Но уже привыкла как бы». Последний неприятный инцидент произошел в аэропорту Казахстана, куда Ангелика отправилась навестить свою родную сестру. Женщину задержали и предъявили страшное обвинение – похищение несовершеннолетних детей. Ценой невероятных усилий ее освободили. «Меня в аэропорту арестовали. То есть, как оказалось, что и я, и супруг находимся в международном розыске. Пока я там находилась, супруг приложил все усилия, чтобы меня не экстрадировали в Германию. А кто вы вошли в Германию? Ну, конечно, они запрашивали меня туда. То есть, их даже не интересовало, как дети будут. То есть, если есть какие-то нарушения у нас вот здесь, находясь на территории Российской Федерации, то, пожалуйста, наши двери всегда открыты. А по запросам вон тем, потому что, ну, как бы никто, сколько проверок было, никто ничего не находит». По запросу Интерпола семью вновь проверяют представители прокуратуры. И свой вердикт они вынесут после завершения всех процедур. Таков порядок. Раз есть запрос, на него надо реагировать. Что же касается дагестанского омбудсмена по правам ребенка, то она не сомневается в невиновности родителей. «Мы сейчас комиссионно и убедились, что наши дети, наши, подчеркну, никакие не немецкие, дагестанцы наши, дома, здесь, в порядке. Вы могли поговорить, вы могли убедиться. Хорошие условия, обычная семья, нормальные люди. В поле зрения наших властей никогда не попадали ни с какими противоправными моментами, сигналами и так далее. Дети охвачены обучением. То есть дети живут, семья живет вообще в целом нормальная жизнь, за исключением вот этой вот международной истории». История, которая заставляет многих задуматься. Особенно тех, кто планирует покинуть свою родину. Как оказалось, на примере семьи Исрапиловых, за границей не только другие условия жизни, но и совершенно другое отношение к семейному укладу и воспитанию детей. Сагид Малаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.